Доброе-доброе утро, уважаемые друзья и партнёры! Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались, согласитесь, правда? Какая замечательная сейчас команда спикеров будет. Какая замечательная... Так, сейчас смотрю, что с интернетом у меня в последнее время не лады, буду на мобильной связи. Какая замечательная команда спикеров. Как меня слышно, как видно. Так, слышно, видно. Отлично, отлично. У нас сегодня просто навес золота каждая минута, поэтому я хочу сейчас передать слово потрясающей семейной паре, потрясающим лидерам нашей замечательной команды. Это Вита и Руслан Пшес. Давайте поприветствуем президента компании PEM International. Да, всем привет, доброе утро. Доброе утро, доброе утро всем. Желаем здоровья, весны и, конечно, успехов. Наша тема сегодня такая. Сейчас засекаю время. Наша тема – это новые возможности, новые реалии. И как быть гибким, как быть мудрым и уметь перестроиться и адаптироваться сейчас в это время. В это сложное время. Две недели в карантине. И вы знаете, к сожалению, мы уже знаем точно, что продлили карантин на месяц. И я вам хочу сказать, что это все неспроста. Я думаю, что это, знаете, такой урок для человечества, чтобы мы немножко опомнили, чтобы мы немножко поменяли свои ценности. И я точно уверен в том, что, к сожалению, вот эта пандемия, она, вернее, ну, может даже не к сожалению, может к радости человечества, она кардинально поменяет, скажем так, лицо, по крайней мере, нашего общества. Вы с нами? Да, Wi-Fi, простите, у нас выключился Wi-Fi, мы пропали. Поэтому я уверен, что те колоссальные изменения, которые будут происходить, которые уже происходят и которые будут происходить, как раз повернут человечество лицом к профилактике, лицом к тому, что надо заниматься собой, своим здоровьем, здоровьем своих родных. Поскольку вы видите, что, ну, как раз вот ситуация показывает то, что те люди, которые профилактируются, те люди, которые находятся на более высоком уровне здоровья, они качественно меньше подвержены и, скажем так, влиянию этого вируса и влиянию вирусов в общем. Поэтому профилактика наше все. Я говорю сейчас о бизнес-управлении, так как мы общаемся с мейнами, с людьми, которые ориентированы на бизнес сейчас. Хочу сказать так, всегда происходят какие-то катаклизмы. Мы уже пережили развал Союза, дефолт, революцию помаранчевую, революцию гидности, кризисы, скачка валют. И это время мы переживем. Но переживет и выживет это тот, кто займется сейчас делом. Знаете, есть, вот я слышу, что нет у людей денег. Это неправда. Деньги у людей есть, потому что деньги никуда не ушли, они просто перераспределились. Они на рынке просто нашли новых хозяев. И так происходит всегда. Поэтому вы должны понимать, что если люди там ушли из какого-то, с какой-то отрасли, они перешли в другую. И тем более гривна такая валюта, но точно за которую никто не будет воевать и никто не будет ее выводить с Украины для того, чтобы иметь. То есть гривен, она есть, она просто перераспределяется. Поэтому в это время, когда все сидят, когда все, ну, не знаю, ушли в дом, в уборки, в быт, наша задача, или в страх, наша задача подумать, как мы эти камни, которые стали у нас на пути, можем использовать для того, чтобы вырасти. И сколько бы вам не давали схемы работы, ключевые фразы, если вы сами не начнете это применять, это делать, то у вас, ну, как бы, сколько бы вам не говорили волшебные ключи к успеху, ничего у вас не получится. Поэтому самая первая задача, это время использовать для своего развития, именно сейчас. И скажу так, что это время пройдет, оно закончится и будет совсем другое, ну, как бы, и мы об этом будем вспоминать как части истории, но у нас в руках конкурирующий продукт. Конкурентный продукт. Посмотрите, как просели другие бизнесы. Конкурентный продукт, да. Простите, конкурентный продукт. Как просели другие бизнесы. Я сейчас представляю, что происходит в косметическом бизнесе, там, или в туристическом, или в любом другом. Наш бизнес сейчас, это просто золотая жила. И если вы научитесь использовать этот инструмент, то когда закончится, ну, этот период, а он закончится, у вас будет большой козырь. Смотрите, как сейчас все перешли в интернет-обучение, в онлайн-работу. Мы это делаем уже давно. То есть мы реально, осознанно идем на несколько шагов, да не один и два, на несколько шагов вперед. Поэтому новое время, дайте, как бы, новой возможности. И если мы пережили все то, что было, то это тоже переживем. Мы сделаем свои уроки, сделаем свои какие-то инсайты, выводы. Но однозначно, что я не буду делать сейчас, или что я буду сейчас. Я буду развиваться, и я не имею права потерять это время. Ну, лично я говорю сейчас о себе как о личности. Если мы говорим о нашем семейном бизнесе, то понятно, что мы сейчас используем сильные стороны друг друга. Чего и вам... Главное, главное, не бойтесь. Страх, он сковывает сознание. И вот не будете бояться вируса, будет здоровье, не будете бояться действий, будет успех. И будут деньги, будут блага. Поэтому главное, не бойтесь. Что касается вируса, то будьте здоровы, занимайтесь профилактикой, используйте наши продукты. И все будет хорошо. Будете в проекте, будете развиваться, будет благо у вас, у вашей семьи. Поэтому ваши знакомые будут вам благодарны, родные и близкие. Так что дерзайте. Спасибо, спасибо большое. Были рады получить и ваши прекрасные улыбки, и вашу энергетику, и вашу позицию. Замечательно. Спасибо огромное. Хочу передать слово следующему спикеру. И сегодня у нас звездная просто команда работает. Это Борис Леонов. У Бориса есть замечательный вам посыл. Борис, ты с нами. Всем добрый день. Как меня слышно? Да, слышно и видно. Замечательно. Спасибо большое. Отлично. У меня сегодня очень интересная тема. Результат каждый день. Почему она интересна? Потому что многие люди не только сегодня, как обычно, но и в принципе занимаются имитацией бурной деятельности. И это их не приводит абсолютно ни к чему. Кто-то даже для того, чтобы заниматься спортом, идет в спортзал, покупает абонемент, но туда не ходит. Но здесь у него спросят, а есть ли у тебя абонемент? Он скажет, да. То же самое, в принципе, сегодня происходит во многих бизнесах, включая и наш. И очень важно понимать, что результат, он измеряемый. И что бы ты ни делал в компании, да, то компания платит конкретно за товарооборот. Если ты не создаешь товарооборот, но ты при этом очень активный, тебя везде много, то ты получаешь ровно ноль. Это важно понимать. Наш результат измеряемый, измеряется он следующими вещами. Первое. У тебя есть твой список. Второе. У тебя есть количество твоих звонков. Третье. У тебя есть количество проведенных твоих встреч трехсторонних с твоим спонсором, потенциальным клиентом. У тебя может быть много видео, которое не дает результата. У тебя может быть много постов, которые не дают результатов. Нужно работать в системе. И когда ты работаешь в системе, ты понимаешь, что ежедневно ты можешь поставить себе за цель делать определенное количество звонков до тех пор, пока у тебя нет одной регистрации. И когда ты добиваешься этого, это крайне сложно, но это возможно. Ты понимаешь, что это абсолютно реально. И тогда, когда ты показываешь это конкретными результатами своей команде, они это понимают, видят и делают то же самое. На сегодняшний день многие говорят, у людей нет денег. Люди положили эти деньги, потому что они понимают, что будет завтра. А у кого-то наоборот идет рост, у кого-то наоборот идет развитие. Почему так? Потому что все зависит от того, что находится у нас в голове, с каким посылом мы это делаем. Если мы звоним человеку, у нас есть мысль, что у него нет денег, он не купит, он 100% не купит. Потому что наш посыл определяет результат. Если мы звоним человеку с благодарностью, что он здоров, что он может прийти к нам в команду, что он вместе с нами будет создавать, вместе с нами продолжать наш экологичный проект, помогать огромному количеству людей, то такой вы и получаете результат. И это важно понять. Потому что невозможно за один день изменить все свое окружение, невозможно за один день изменить все вокруг себя. Невозможно, нереально просто. Но за один день можно изменить свои мысли. Это тоже сложно, но это работает реально. Поэтому я рекомендую абсолютно каждому партнеру, я так понимаю, здесь большая часть партнеров, работать над своими ежедневными результатами. Как говорится, руки... Правильно, хотел быстро сказать, быстрые фразы. В общем, идем на страх, делаем, понимаем, что это работает, обучаемся. И своими действиями показываем, что вне зависимости от ситуации, находясь сегодня дома, можно зарабатывать по-настоящему достойные деньги. Есть такая фраза из Библии, когда человек говорит, вот я увижу, поверю. А Бог говорит, поверишь, увидишь. Точно так же в нашей ситуации это применимо во всех жизненных ситуациях, потому что от нашего состояния, в котором мы находимся сегодня, зависит очень многое. Сегодня очень многие люди, они находятся в страхе, как уже сказали Вита и Руслан. И это очень непростой момент сегодня, когда будут определяться люди, кто как, чем занимается, как себя проявит. Потому что сегодня многие будут находиться в очень сложной ситуации. И у нас есть прекрасная возможность по-настоящему им искренне помочь. Показать им возможности продукта, показать возможности бизнеса и быть максимально для них полезными. Поэтому благодаря вот таким вот коротеньким мероприятиям, как сегодня, надеюсь, у каждого из вас появится сегодня листик, ручка, время для того, чтобы написать список тех людей, которым вы реально можете помочь. И самое главное, вы должны для себя понять, если вы не будете измерять свой ежедневный результат, то через месяц, когда вам нечего будет записать на этот листик, ваш результат будет равен нулю. Измеряйте, считайте, помогайте. И тогда все в вашей жизни тоже будет хорошо. Всем хорошего дня! Благодарю за потрясающую мотивацию, за такое отрезвляющее выступление. Полностью поддерживаю. Сейчас золотое время на самом деле. Сейчас у людей нет магазинов, нет ресторанов, нет путешествий. И есть какая-то определенная сумма денег в запасе, которую они с удовольствием выделят на свой новый старт, новый бизнес и на здоровье. Поэтому сейчас реально золотое время. Борис, поддерживаю. Вот твоя тема, это твоя философия. Каждый день результат. Спасибо большое. Следующий спикер – это наша тоже звездная пара. Это очень мощные лидеры. Лидеры и с мудростью, золотым сердцем. Это Светлана и Владимир Тимощук. У них есть что сказать вам. Поэтому, пожалуйста, включайте свой микрофончик. Включайте свои камеры. Мы будем очень рады вас слышать. Приветствуем всех. Слышно меня? И слышно, и видно. Видно. Отлично. Рад всех приветствовать. Продолжу золотые слова Бориса. Глаза боятся, руки делают. Именно этот принцип главный и системообразующий в нашем подходе. И хочу продолжить тему страха. Что такое страх на сегодняшний день у людей? По сути, страх всегда – это недостаток информации, недостаток знаний. И вот именно этот недостаток и мы стараемся убрать и применять принцип системного обучения в нашей команде. И то, что очень правильно сказал Борис, главное не количество, главное – качество. Самое главное, чтобы люди почувствовали уверенность в своих силах. Потому что, как вы знаете, в нашем бизнесе есть три главных составляющих нашего успеха. Это, конечно же, суперкомпания и суперпродукт. Но кроме этого, у нас есть уверенность в своих силах и наши знания, наша экспертность. Вы знаете, что, чтобы стать экспертом, нужно 10 тысяч часов заниматься каким-либо делом. И поэтому будьте спокойны и знайте, что теперешняя ваша позиция новичка – это не навсегда. И все, что вам нужно делать – это регулярно восполнять уровень своих знаний. Очень много существует в интернете, в оффлайне тренингов по продажам, по спикерским школам. И я благодарен, кстати, всем нашим лидерам и особенно Марине, которая проявила инициативу и запустила такую мощную систему обучения спикерству. Но главное, в чем мы можем стать экспертами в этом бизнесе – это то, что отличает наш бизнес от других. В первую очередь, конечно же, продукт и, конечно же, система зарабатывания денег. То, что называется маркетингом. И вот это две главные темы, в которых мы в своей команде стараемся регулярно проводить занятия. И главный принцип, чтобы люди знали, независимо от погодных условий, от настроения чего-либо, в определенные дни они получают определенные занятия. И чтобы взбодрить, может быть, тех, кто думает, что 10 тысяч часов – это очень много, то я обрадую вас и скажу, что на самом деле для других людей вы становитесь экспертами, когда знаете всего там на 10-15% больше, чем они. И регулярно, проходя занятия по нюансам работы с нашей продукцией прекрасной, регулярно, проходя занятия по бизнесу, вы постепенно, постепенно, не сразу, но это не должно вас расстраивать, если вы что-то сразу не поняли или не знаете, но вы постепенно, постепенно придете к четкому пониманию и с этим пониманием придет уверенность в себе и эту уверенность, как уже сказали предыдущие спикеры, вы будете постоянно транслировать людям и люди будут притягиваться к вашему мнению, к вашей энергии, к вашей уверенности. Я желаю вам всем, чтобы вы в это… Я не считаю это время трудным, я считаю это время возможностей, потому что мы можем не бояться практически ничего, мы на суперпродукте и наш иммунитет в порядке у всех, поэтому используйте это время с пользой, посещайте занятия, займитесь изучением новой какой-то отрасли и те крупицы, которые вы приобретете на таких системных занятиях, они и станут залогом вашего успеха в этом бизнесе, и залогом вашей уверенности. Спасибо всем, желаю всем здоровья и успехов, и до новых встреч! Как же здорово вообще! Как же здорово понимать, какие мощные люди, мощные лидеры нашей команде! Вот просто сердце поет, когда слушаю каждого из вас! И сейчас хочу передать слово следующему спикеру. Спасибо большое тебе, Владимир! Низкий поклон! Светлане, привет! Следующему спикеру – это наш просто мастер-продаж! Это леди, у которой сегодня даже день рождения! Это Мариночка Коротич! Поэтому, Мариночка, мы поздравляем тебя с твоим замечательным праздником! И спасибо тебе большое за то, что ты в этот день вместе с нами на нашем обучении! Итак, давайте поприветствуем нашу замечательную красотку профессионала Марину Коротич! Доброе утро! Доброе утро! Благодарю за поздравления! Я сегодня буду без видео, у меня сейчас видео не потянет! Слышно меня, да? Звук есть? Звук есть? Есть? Слышно? Слышно, Мариночка, слышно! Я фоточку твою нашла, чтобы мы любовались с тобой, когда ты говоришь! Да, спасибо! Моя тема сегодня – работа с клиентами! И правда, знаете, я сейчас слушаю спикеров, слушаю лидеров, и просто тоже у меня аж до мурашек вообще такое состояние, потому что самое классное сейчас время! Сошлись все пазлы! Компания уже официально открылась, только два месяца как открылась! Компания надежная, миллиардная, с большим будущим, вот, продукт у нас уникальный, продукт для здоровья, то есть у нас есть и что людям дать, и финансовую возможность, и физически оздоровиться. Поэтому, конечно, моя первая позиция – это дающие, а не просящие. Я всегда об этом говорю, я много об этом говорю, что нам как раз сейчас есть что дать, и в плане здоровья физического, и в плане здоровья финансового. Поэтому вот эту бизнес-осанку, вот эту осанку мы держим – дающие, а не просящие. Это очень важно в поведении с клиентами, чтобы клиенты это чувствовали. Ну и сейчас время профессионалов. Предыдущие спикеры говорили об этом, что зарабатывая деньги профессионалы, и время профессионалов пришло, люди хотят иметь дело с профессионалами, люди хотят, чтобы их обслуживали профессионально, чтобы их обслуживали быстро. Поэтому задайте себе вопрос. Вот когда-то мне задали такой, не мне, со сцены большого семинара на 10 тысяч человек был задан вопрос. Много людей или мало людей? Много клиентов или мало клиентов? Как вы хотите? Знаете, меня этот вопрос немножко такой, ну, я разозлилась на этот вопрос. Я подумала, конечно, я хочу много. Ну, какой-то такой глупый вопрос, да? А потом был следующий вопрос задан. Что вы для этого делаете? И есть ли у вас ресурсы на то, чтобы у вас была большая клиентская база? Я уже начала задавать вопросы себе. Вот именно. А есть ли у меня такой мини-склад? Чтобы если у меня будет много клиентов, чтобы я могла их вовремя обслужить? А есть ли у меня экспертность? То есть настолько ли я знаю продукт, настолько ли я знаю его действия, чтобы обслуживать большое количество клиентов? И вот с тех пор я задаю больше себе вопросы, да? И знаю точно, есть ли у вас будет мини-склад, есть ли у вас будет продукция, есть ли вы будете пользоваться акциями, которые компания сейчас просто настолько щедро с нами, ну, нам дает возможность купить продукции, да? Вот у нас акция была неделю назад 5 плюс 1. Через неделю у нас опять будет, скорее всего, что такая акция. Пользуйтесь. У нас курс сейчас 28. Курс не поднимается. Сделайте себе хороший мини-склад, потому что Вселенная все видит. И все происходит на энергии. Если бы я сейчас вам показала свой мини-склад, вы бы были удивлены. Ну, у меня, вот я посчитала, у меня около 250 позиций продукции. То есть у меня мини-склад где-то, если взять в среднем на 1000 гривен одна позиция, у меня на 250 тысяч гривен продукции. И я каждый день по 5-6 раз хожу на новую почту. Очень много хожу, часто хожу, потому что большая клиентская база. И эти клиенты пришли лишь потому, что у меня вот большие, ну, как бы, есть, да, ответ на вопрос, хочу ли я много людей. Я хочу много людей, и я к ним готова, много клиентов. Вот, поэтому время профессионалов. Обслуживайте правильно людей. Правило 3-3-3, я уже о нем рассказывала. То есть через несколько дней перезвоните, спросите, или начали пользоваться продукцией. Через несколько недель, какие первые результаты. Через месяц, как вообще, ну, какие сейчас результаты, да? Спрашивайте у людей, кому еще из своего окружения они могли бы порекомендовать и посоветовать эту продукцию. У меня сейчас ни один заказ не проходит без антиоксидантов. Вот прям ни один. Я не продаю ничего без антиоксидантов. Я говорю о том, что антиоксиданты должны быть в каждом доме, в каждой семье. Если люди у меня делают заказы, они заказывают, я спрашиваю, кому из своего окружения они бы хотели еще, чтобы вот эти антиоксиданты были, да? Чтобы люди были здоровые сейчас. Сейчас наше время. Время профилактики. Маски, перчатки, очки – это очень хорошо, но сильный иммунитет. То есть фишка сейчас в том, чтобы был сильный иммунитет. Я только что разговаривала, меня поздравлял фтизиатр, врач, это моя кума, и она говорит, что по данным ВОЗ должны, в принципе, переболеть практически все в той или иной форме. Но у кого-то иммунитет с этим справится так, что человек и не заметит, да, а у кого-то будет слабый иммунитет. И вот она меня поздравляет, говорю, Мирослава, я делаю все для того, чтобы не допустить в том плане, чтобы у меня был сильный иммунитет, чтобы это не заметить, да? То есть наше время, наши продукты это позволяют делать. Поэтому, конечно, у нас сейчас надо быть брендом своего бренда, продуктом своего продукта. И наше время, время хорошее, время возможностей. Компания нас поддерживает, перебоя с продукцией пока нету, и надеемся, что не будет. Запасайтесь продуктом в том плане, чтобы у вас был мини-склад, обслуживайте профессионально своих клиентов, и у вас обязательно будет большая клиентская база, которые со временем клиенты переходят в разряд благодарных партнеров. Еще такая мысль, что я очень люблю, когда мои потенциальные партнеры сначала являются моими вип-клиентами, потому что, когда они переходят в разряд партнеров, они знают, что такое быть вип-клиентами, и также самообслуживают свое окружение и своих клиентов. Поэтому будьте профессионалами, будьте экспертами. Самое классное время, самая классная возможность в классной, динамично, амбициозно развивающейся команде. Мы создаем волну здоровья, и это очень круто. Благодарю за внимание. Мариночка, родненькая. Здоровья тебе, любви, процветания и всего самого прекрасного. Ты всегда вдохновляешь. И, конечно, мы очень рады, что в нашей команде есть такой вот... Ну, пускай вот как можно быстрее, пускай вот в период этого карантина будет у тебя уже президент. Такой вот президент. Благодарю, Мариночка. Я очень благодарна тебе за твой пример и поддерживаю полностью. Наш мини-склад тоже большой. И вы знаете, когда человек говорит, вот у меня 250 позиций, это очень круто, это очень хороший мини-склад. Но если бы сейчас перед нами выступал владелец ресторана и сказал, что у него на несколько тысяч долларов, или на 10-20 тысяч долларов оборудования... Продукт и удивляются. Не стоит, не стоит. Удивляться, развивайте мини-склад. Поддерживаю тебя. У меня тоже очень хороший мини-склад. Я, кстати, после твоего видео расширила свой мини-склад. Спасибо тебе за замечательную мотивацию. Итак, мои хорошие, следующий спикер... Так, кто у нас тут микрофончик не выключил? Я выключаю вам микрофончик, чтобы не фонило, не шумело. Следующий спикер – это звездочка нашей команды. Это человек, который зажигает, системно мыслит, все любит, чтобы было вовремя, наперед. И человек, который максимально дублицировал уже наш марафон. Это, конечно, семейная пара, но сегодня у Виталия не получается. Поэтому я представляю, конечно, только Заряночку. Заряна Ткаченко для вас с любовью о том, как можно дублицировать и масштабировать то, что у нас сейчас происходит. Заряночка, я передаю тебе слово. Всем доброго, прекрасного ранку или дня уже для кого-то. Я сегодня с пробежки и целую годину думала про каждого из вас. Я вижу в нас больше 200 людей. Я дякую за то, что вы субботнень рано проводите разом с нами. Чи меня хорошо слышите, чи хорошо меня видно? Я хочу приеднатися до вітань Марини Коротич. Это, кто не знает, это рідная саптечка моего человека. Он поехал шукать в месте квіти. Я вітаю. Я щойно слухала тебя и посещалася тобой тем, что ты являешься в моей команде за довіру. Дякую за то, что ты обратила внимание на наш проект. И я дякую всему вам за то, что вы доверилися нам и обратили внимание на этот прекрасный проект. Я радую с того, что наслуху три слова «криза», «вірус» и «карантин». И для нашей компании, для нашей команды эти три слова не являются такими страшными, потому что в период кризи мы навчаемся, мы навчаемся быть успешными в период карантину. Мы створим себе профессиональную команду. Ну и с вирусами у нас есть продукты, которые помогают хотя бы морально понимать, что мы защищены. А вы знаете, что это также очень важно. Я подготовилась для вас и сейчас написала эти речи. Дядечка, я не знаю, что я тебе перебиваю. Люди у нас из разных стран сейчас и очень просят, если можно, перейди, пожалуйста, на Россию. Вы тоже обожаете украинскую, но нам нужно помогать им почувствовать досвид. Я поняла. Окей, сейчас очень важно, я сейчас написала «Готовись к вам», написала три таких вещи, которые очень актуальны. Если ты будешь делать то, что большинство не захочет, то будешь иметь то, что большинство не сможет. Это к этому времени относится. Очень важно сейчас, если ты хочешь иметь то, что раньше не имел, нужно научиться делать то, что раньше не делал. Это сейчас тоже к этому времени очень относится. И любимая моя фраза «Поговори с каждым лично, и дела пойдут отлично». Именно сейчас эти три важных предложения, которые я сказала, очень актуальны. Да, спасибо, благодаря Марине, мы запустили обучающие блоки в Зуме, и мы уже две недели как рассоединились с нашими президентами. Я увидела большой рост и желание многих партнеров быть спикером. Я очень благодарна команде Катерины Шевчук, которая первая отсоединилась сразу, и они сейчас отдельно проводят в Зум-презентации. Уже с первого числа рассоединяется команда Маврича, Елены, Цикалуины, Матиешин Виктории с Евгением и Коротыч Марины. То есть я понимаю, что если каждый день в нашей команде вот сейчас две презентации в час дня, две презентации в 19.00, четыре презентации в день, то уже с первого числа у нас будет восемь презентаций в день только нашей команды. Мы заметили, что это работает, так как когда мы только одну презентацию ввели, обычно было до 30 человек. Сейчас, когда у нас две презентации на час дня, и в эти же две презентации тоже приблизительно такая же 25-30 человек. То есть мы понимаем, что люди расширяются, и очень важно, особенно тем, кто сейчас смотрит меня, проявляйтесь. Говорите своему лидеру, что вы планируете быть спикером, пишите сценарий. Сценарий обязательно пишите согласно тем фактам. Не придумай ни с головы, потому что сейчас это очень важно, только по фактам говорить. И очень важно готовиться. Готовиться не только то, что вы будете говорить, а становиться спикерами. Они за пару дней готовясь, они звонят своим родным, близким, просят о помощи, чтобы их поддержали. Они звонят команде, и наконец-то эти люди закачивают Zoom. То есть благодаря таким моментам, очень важным моментам, люди получают поддержку. И если они закачали уже Zoom, то они уже пользуются активно этим Zoom. Они приходят на обучение, и, конечно, на спикерские школы, если это партнеры. Поэтому сейчас замечательное время, и наш карантин закончится. Это последнее, что я хочу сказать. Он закончится только для всех по-разному. Кто-то просто выйдет с карантином и начнёт жить в новой реальности. А кто-то выйдет с профессиональной, обученной командой людей, которые знают, что делать. Поэтому вам решать. Я вас люблю, обнимаю, каждого. Благодарю за то, что вы сегодня с нами. Спасибо. Спасибо большое, Заряночка, за то, что ты и своей мудростью, красотой украсила наше обучение сегодня. И очень ценно, что действительно твои слова совпадают с действиями, и всегда это было. И сейчас действительно вот я просто помню, как в ноябре-декабре, когда мы только-только начинали работать в Зуме, как у нас на презентации было 8 человек, 10 человек. И то почти не было гостей. А сейчас у нас работает столько Зум-комнат, столько одновременно презентаций. И это очень здорово. Мы с вами сейчас выиграли, у нас определённая фора, у нас определённая уже есть скорость, которую мы набрали. Пока кто-то раскачивается, мы уже профессионалы, мы уже в скорости. И очень здорово. Я так радуюсь, когда вижу ваши фотографии на приглашениях на этих Зум-презентациях. Вы очень все выросли. Это касается каждого спикера, кто хотя бы даже отзыв говорил. А кто проводит самостоятельно Зум-презентации, это просто низкий поклон. Вы не представляете, как ваше окружение вами гордится и за вами наблюдают. Это очень круто. Спасибо большое, Заряночка. И хочу сказать, что очень важно сейчас услышать следующего спикера. Потому что эта леди, она заряжается энергетикой, и она вот, знаете, очень тонко когда-то услышала меня по поводу прямых эфиров. И сейчас у неё команда просто пестрит в Фейсбуке своими эфирами. Хотя у каждого лидера есть тоже много очень спикеров. Но вот у этой леди максимальное количество. Поэтому я хочу передать, конечно же, передать слово Наталье Черниенко. Всем доброе-доброе-доброе утро. Ну что, добро пожаловать в новые реалии. И я вам хочу сказать, что пришло время рождения новых миллионеров. Это очень правильно сказала Виточка Пшевс. Деньги никуда не делись. Денежная масса не исчезла. Она сейчас перераспределяется. И поэтому у каждого из вас есть возможность стать следующим миллионером. И это абсолютно реально. И это абсолютно нормально. И это хорошо. Так, смотрите, что происходит сейчас. У нас действительно хорошая, очень сильная школа. Мы уже так несколько месяцев с вами обучаемся, обучаемся навыками. И что сейчас вы получаете намного больше, чем получают люди вообще из обычной жизни. Но что происходит сейчас? Очень много бизнесов полегло. И поляжет еще за эти два месяца карантина. Потому что, скорее всего, его такие продлят. Да, и он где-то ожидаемо до июня. То есть предварительные прогнозы были таковы, что он будет до июня, скорее всего, так и будет. Но что я вам хочу сказать? Лично для меня, наверное, это даже... Я не огорчаюсь по этому поводу. Для меня это новая возможность, новая реальность. Потому что я понимаю, что если у меня высвободилось время почитать книгу дополнительно, посмотреть фильм дополнительно, то у людей однозначно высвободилось время, чтобы узнать о новых возможностях. И вот то, чего сейчас не хватает людям, вот то, чего не хватает. Не хватает общения и не хватает энергетики. Потому что когда встречались люди, обнимались там, где-то общались, происходил обмен энергии. Вот где мы можем сейчас ее дать людям? Каким образом можем ее дать? Мы можем ее передать только прямыми эфирами. И вот что я хочу вам сказать, что сейчас это более востребовано, чем публикации. Потому что фотографии, какие бы они ни были красочные, фотошопленные, они не передают живого, понимаете? Они не говорящие, они не живые. Они когда-то зафиксировавшие моментом твоего счастья. И тем не менее. Вот то, что говорит, то, что может хоть как-то передать, скажем так, да, вот передать блеск ваших глаз, движение ваших губ, ваше движение, ваши эмоции, которые вы, которые вы, 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 вы плескиваете, да, которые вы выражаете, то есть это может дать прямой эфир. Видео – это, знаете, слабое подобие левой руки. Извините, знаете, я иногда шучу, и, может быть, шучу достаточно остро, но это зато доходчиво и понятно. Поэтому видео – это слабое подобие, но видео лучше, чем ничего. Это однозначно, и вы можете на них тренироваться и выкладывать. То есть там можно сделать несколько дублей, то есть можно посмотреть на себя со стороны, как свет падает, как вы говорили, какая скорость вашей речи, какой голос, какой тембо, какой ваш взгляд, какие движения. То есть потренируйтесь на видео, и потом выходите в прямые эфиры. Люди хотят разговора, люди хотят жизни, люди хотят знать, что жизнь не остановилась, что здесь есть новые возможности, что здесь новые люди, что здесь есть возможность вот просто поделиться той жизнью, в которой ты живёшь. Я дома, ты дома. Давай поделимся, что у меня есть, что я узнала новое, что я могу предложить. Слава Богу, новая почта работает, всё отлажено. Настолько они сейчас, они тоже улучшились, совершенствовались, настолько чётко, настолько быстро всё они оформляют, настолько быстро всё отправляют. Они просто мегапрофессионалы. Поэтому я желаю вам стать нам такими же профессионалами, как и новая почта. Очень, я просто потрясена. Вот как быстро они подстроились под новой реальности. Пополнение мобильного. Оплата коммунальной на новой почте. Поэтому банки не работают. «Пожалуйста, мы вам предоставим эти услуги». И вот мы можем стать такими же новыми, вернее, становимся такими же новыми профессионалами. Плюс мы люди, те, которые мысят позитивно, мы те, которые несём… Знаете, мне сегодня написали в личку «Вы мой герой». Я не считаю себя героем. Я считаю, что это ответственность. Кто-то должен отправлять посылки, кто-то должен… Мы в ответе за тех, кого привели, кого спонсировали. Я не очень люблю слово «приручили», это больше к животным относится. Но вот за тех, кого мы пригласили. И вот я в ответе. Поэтому что я делаю? Ну что, мысль позитивна. Мою руки, ношу маску в общественных местах. Мега позитивна. И с Божьей помощью я делаю своё дело и верю, что всё будет со мной хорошо. И лопаю продукт несколько раз в день. Я не экономлю на себе. И рассказываю, и обучаю людей не экономить. И вот что происходит в команде? Я просто настоятельно рекомендую своим людям выходить и делиться. И вот чтобы они дублицировали, как могут ваши люди выходить в эфир, если вы не выходите сами. Вот поэтому выходите в эфиры, делитесь своей радостью, делитесь своим позитивом. И я, вы знаете, я из тех людей, которые любят… Я люблю жизнь. Я люблю людей, я люблю жизнь. Потому что считаю, что нет плохих людей. Все люди хорошие, просто разные. И вот я их люблю, всех люблю по-разному. И я их принимаю, и обучаюсь, и продолжаю обучаться принимать их. И вот что я хочу сказать. Я люблю кайф от жизни. И вот то, что вы получите от прямых эфиров, вы получите этот кайф. У вас вот такой всплеск адреналина. Это вот как скатиться с горки, понимаете? У вас водная с водяной горки. Вы когда скатились, на чем-то страшно. И вот вы садитесь, и потом, когда вы спустились, вы хотите, я хочу еще. И вот этот шаг, это очень здорово. И, возможно, я немножко подталкиваюсь. Знаете, я вот… Что я делаю? Я убеждаю, что человек… Знаете, как прыжок с парашюта? Что все закреплено, парашют, безопасность, все, однозначно он не разобьется. И меня остается только немножко подтолкнуть, чтобы этот прыжок состоялся. И я вам желаю кайфа от жизни. Я желаю вам… Потому что страх только в вашей голове. Я вам желаю сделать этот первый шаг, сделать этот первый шаг в кайф от эмоций, от ощущений, от того, что вы можете подарить людям. И люди будут вас слышать и хотеть с вами еще общаться и быть такими же, как вы, или повторять вас. Поэтому здоровья вам, каждую клеточку. И 36,6 вам всем, как говорит наш любимый президент. Ну, может, кого-то и нелюбимый, но пока президент, значит, нужно уважать выбор нашей страны и того человека, который управляет страной. Вот. Вот такой у меня посылок вам с утра. И, конечно же, присоединяюсь к поздравлениям Маринки Коротовича, потому что обожаю этого человека жизни. Вот она действительно человек жизни, из которой жизнь бьет ключом, бурлит, и она красотка просто. Поэтому будем с вами ее поздравлять. Все, всех люблю и до новых встреч в эфирах. Спасибо тебе большое, Наташенька. Я уже видела все только что. И облака под своими ногами, и парашют. И представила, как меня Наталья с этого... Отправляет с этого самолета. Марина Кайфани. Я знаю, что многим непросто выйти в первый эфир, и голос дрожит, и все внутри сжимается. Но с каждым разом все будет больше и больше удовольствия. И вот дополню Наташеньку одним таким предложением. Понимаете? Вот люди все равно сейчас дома, и они смотрят все подряд. Фильмы, сериалы, новости. И далеко не все их позитивно заряжает. Поэтому пришло наше время зарядить людей позитивно и заполнить их эфир полезным. Поэтому приглашайте всех, рассылайте приглашения, делайте заранее промоушен. И заполните их сейчас время. Вы увидите, как это здорово. Повысит ваш профессионализм, как сказала Наталья однозначно. И, конечно же, прибавит вам клиентов. А в итоге это подтянет и выполнит нашу глобальную цель. Мы же мечтаем о том, чтобы у нас статистика по заболеваемости снизилась. Мечтаем. А для этого нужно обязательно, обязательно популяризировать наши с вами коктейльчики. Вон, Корея в феврале. 10 тысяч новых подписанных людей было в феврале. Представляете, как они здорово взялись за коллективный иммунитет при помощи FitLine. Поэтому очень здорово, что мы здесь сегодня собрались. К сожалению, у Володи Мясенко не получится сегодня выступить. Это наш новый Executive Vice President. Человек, который тоже очень заряжает. Мудрый и знающий. Он очень сильный наставник. Он сейчас много учится. Красивый у него Инстаграм. Очень много разных сторис. Настолько для меня раскрылся, как блогер. Поэтому я думаю, что мы еще договоримся с ним, чтобы он нам дал обучение о том, как популяризировать и притягивать людей через интернет. Ну, а сейчас хочу, чтобы вы послушали человека, который своей мудростью и своим видением всегда вдохновлял. Я хочу пригласить сейчас Виктора, потому что у него для вас будет обязательный мессендж. И кто еще не выполнил программу на шейкер-подарок, обязательно выполните, потому что надо же успеть получить такие замечательные подарки от компании. Итак, Виктор Лавренюк. Та-дам! Здравствуйте! Вот такая сцена, как будто бы сейчас все хлопают. Я выхожу в зал на 200 с чем-то людей, смотрю. 211 человек в зале сидит. Вообще, как интересно, да? Мир изменился. Читал вчера статистику. Ну, например, наши пока не дают статистику. А в Америке заявили, что в марте зарегистрировано 3 миллиона 200 тысяч безработных. Представляете? То есть сейчас массово люди остаются без работы. По тысячу, по-моему, долларов дают каждому работающему жителю США. Вот. Это к чему я говорю, что мир настолько изменился, что сейчас все трансформируется. Трансформируется в том числе в интернет. И те, кто быстро адаптируется к этим новым условиям, то это будущие мультимиллионеры долларовые. И вот, кстати, по поводу Америки, в прошлом году американский рынок открыли. Поэтому велкам на американский рынок, он полностью пустой. Но если говорить о наших рынках, хочу сказать то же самое, что на сегодняшний момент мы просто заняли очень мощные позиции, вся наша команда, благодаря, ну, я считаю, благодаря Марине Лавреню. Почему? Потому что пока все думали и работали вживую на презентации, проводили живые презентации, Марина сказала, Вить, давай будем вот сейчас, я хочу проводить онлайн-зум презентации. И говорю, отлично, но будь готова, что три месяца мы можем не наполнять эту комнату, то есть три месяца надо работать с дня в день. И вот Марина отработала три месяца. И что произошло? Это же надо быть на таком канале и прочувствовать, да, когда весь мир в панике, все сетевые компании в панике, потому что вживую проводили глаза в глаза, так называется. А мы уже на коне. И я прикинул приблизительно, ну, где-то несколько сотен людей ежедневно прослушивают презентации, обучение в наших командах. Я также рад тому, что ту книжечку, которую я написал с помощью Марина «Система педикасаний», трансформировалась сейчас тоже по работе в интернет. И третья сторона, это самое важное, то есть промоушен и третья сторона, самые важные, скажем, ключи в успехе в MLM, для успеха в MLM, присутствуют в зум-конференции как никогда. То есть приглашайте правильных людей, делайте промоушен в зум-конференции. Третья сторона, являемся мы, ваши лидеры, ваши президенты, ваши вайс-президенты, MLM. То есть люди, которые знают немножко больше, чем вы, на самом деле немножко больше, чем вы. Я уверен, что многие из вас, может быть, знают что-то лучше, чем я. Это нормально. Но самое главное, это промоушен и третья сторона. Для меня это тоже своего рода рост и развитие, потому что я вот только недавно запустил свои презентации, уже две презентации провел в зум-конференции с понедельника по пятницу в 13.13.30. Вот, если кто-то хочет услышать меня в третью сторону, можете разочек зайти и послушать. Ну, вообще у нас сейчас появилось много времени для развития. Я благодарю всех наших лидеров, которые, наконец, тоже стали полностью самостоятельными. Знаете, когда-то мне сказал мой спонсор, в тени большого дерева большой другой не вырастет. Мы очень рады, что пошло развитие. И вот настоящая дубликация в том и заключается, да, чтобы лидер начал развиваться самостоятельно, полностью на 100%. И тем самым научил уже своих лидеров. Смотрите, уже у нас внучки, правнучки, внуки, правнуки уже стали самостоятельными. То есть пошла система. Наверное, так все. Я считаю, что поездка на Занзибар, которая будет в следующем марте, выполнима буквально для каждого, кто здесь слушает нас. 200 человек, да не проблема, может даже делать больше. Все это просто стать вайс-президентом, вырастить двух МММ. На самом деле, наоборот. Вырастить двух МММ, вы автоматически становитесь вайс-президентом. Вот, хочу похвалиться, я тоже немножко постройнел. Занимаюсь активно спортом, зарядкой, даже начал заниматься боксом. Это для меня вообще новое развитие. Спасибо всем. Рад вас всех слышать, видеть. До встречи. Спасибо, спасибо большое. Хочу сказать, что на самом деле, все говорят, вот Марина, Марина там услышала, увидела. Знаете, что я увидела? Что благодаря нашим турам, когда мы очень много ездили по городам, наша жизнь частично проходила вот в этих путешествиях. И я точно не хотела, чтобы наши лидеры повторили нашу жизнь. Да, вот мы с Виктором где-то 4 года прожили в отелях, в дороге. И точно так же наши, вот, Заряночка с Виталием очень много ездили. Марина Коротич, Вита с Русланом Пшетц очень много ездили. И Света с Володей Тимощук очень много ездили. И Володя Месенко. И каждый из вас тоже провел много очень времени. И я почувствовала, ну, я увидела, что это и не только большие расходы. Это самая большая цена, которую мы платим, это наше жизненное время. И вот в этот момент, когда у меня уже появился запрос, Володя Месенко и Борис Леонов, наши замечательно системные мужчины, предложили развивать платформу, предложили объединяться, проводить лекции. И сложились все пазлы. Просто для того, чтобы быть успешным, знаете, что самое важное? Снять корону с головы и слышать, уметь слышать, слышать своих людей в команде и вычленять это рациональное зерно. И я благодарна и Инночке Тикавой за ее потрясающие слайды, с которыми мы работали, первую часть нашего марафона. Потом Антон Супрович сделал тоже очень хорошие слайды. Поэтому, друзья мои, я скажу, что так здорово, так здорово, когда есть вот команда. Насладитесь этим, потому что в нашем единении наша сила. И позвольте другим людям, которые сейчас, возможно, одиноки, которые сейчас действительно не могут понять, куда двигаться, покажите им тот свет, свет вашей команды, свет вашей деятельности. Потому что кто-то, да, придет ради дохода, а кто-то придет на идею, а кто-то придет ради здоровья. Но самое главное, что в результате будет все. И здоровье, и идеи, и развитие духовное, и наше с вами вот единение. Я так рада, вообще так рада, что мы с вами умеем, умеем быть в потоке, умеем развиваться, объединяться. И низкий поклон всем, кто сегодня выступал. Горжусь и наслаждалась каждым вашим словом. Низкий поклон всем, кто подключился сегодня. И мы хотели вот с 11 до 12 провести расширенную презентацию, но с лидерами, лидеры предложили, помните, я говорила, надо уметь слышать. Я поддержала, поддержала наших лидеров, чтобы у вас была возможность пригласить людей. Поэтому с 13 до 14 у нас сегодня, у нас сегодня расширенная презентация, и у нас будут такие классные спикеры. Антон Супрович, я сейчас брошу приглашалочку. У нас Антон Супрович расскажет о компании. Инночка Тикавая расскажет о сертификации. Еленочка Володько расскажет о концепте НТС и оптимальном сете. Вот наши все, да, такие активные люди нашего марафона также. Очень интересно рассказывать о маслах. Сегодня будет биолог. Вот именно очень классно рассказывает Татьяна Даниленко из команды Светланы Владимира Тимощук. И также у нас будет Виктория Матиешин, наш любимый фармацевт. Она уже своими эфирами покорила наши сердца. Она расскажет о дополнительных продуктах. Ну и, конечно, в завершение пригласит в проект, пригласит в клиенты замечательная Ксения Эйхлер. У нас есть еще несколько десятков колоснющих спикеров, поэтому следующие субботы будут ваши. Вы готовьтесь, развивайтесь, и это очень здорово. А еще от себя скажу. Две презентации в день у нас, да, с вами в Zoom. Представьте, что вы не будете рассылать механично сотни приглашений, а вот возьмете точечно и пригласите 10 человек. Из 10 несколько дойдут. Ну, пускай даже один человек дойдет. Два человека в день у вас новых. За месяц это, ну, порядка 10 человек. Из 10, ну, не за месяц, а за неделю это порядка 10-12 гостей. Это точно одна регистрация в неделю. Четыре регистрации в месяц. Четыре регистрации в месяц. И за год у вас 52 недели, 52 человека в первой линии. Вы знаете, что у Рольфа Зорга около 300 человек в первой линии. А у вас за год будет 52. Каждый день результат, каждый день гость. Не надо делать много хаотических событий. Сделайте так, чтобы у вас просто люди были вокруг вас, и чтобы они чувствовали, что вы делаете все для них с заботой. Поэтому спасибо всем за замечательное обучение. Эта запись будет в архиве. Вы сможете ее разослать своим людям. И посещайте наше обучение. Мы делаем это все ради вас. Спасибо всем спикерам. Люблю вас, обнимаю. Всего хорошего. Ждите приглашения в наших чатах в час, часу до двух. Будет мощнейший просто, мощнейший экшен по этой же ссылочке. Эта ссылочка для всех наших вот веточек только на субботу. Обязательно посещайте обучение и проявляйте инициативу в работе со своими лидерами, со своими президентами. Они у вас самые лучшие. Спасибо большое. Так, кто-то поднял ручку. Виктория Антонова, это вопрос у вас есть какой-то. Напишите об этом в чате. Я буду завершать нашу презентацию. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok